Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Экет, что означает, что совсем скоро мы с вами заканчиваем цикл изучения Пятикнижья. И с Божьей помощью в Симхат Тора мы заново начнем недельную главу Берешит, книгу Берешит, мы заново начнем изучение Пятикнижья. Давайте посмотрим, какими словами заканчивается Пятикнижье Моисея. Какие нам вот в самый последний и важный урок, чем завершается письменная Тора? И это огромный парадокс, потому что мы с вами ожидаем, что там будет написано что-то такое светлое, святое, позитивное. Но когда мы открываем Пятикнижье и смотрим на последние слова, мы там читаем. Смотрите и помните, как Мошер Абейну разбивает скрижали на глазах у всего народа. Мы помним, что когда евреи совершили грех Золотого Тельца, Мошер Абейну спускается с неба, он видит, что народ очень упал духовно, и он разбивает скрижали. Именно этим Тора заканчивается в книге Дворим в главе Визота Браха. Почему? Почему Тора заканчивается этой большой трагедией? Ну почему нельзя было сказать что-то позитивное? Говорят нам наши мудрецы, что Тора нам хотела сказать огромный урок. Какой урок? Ведь почему Мошер Абейну разбивает скрижали? Он спускается с неба и видит, что народ очень упал духовно. Хорошо, не давай им скрижали. Верни скрижали туда, где ты их взял, верни их на небо. Почему ты их уничтожаешь? А потому что Мошер Абейну понимает, что сейчас, когда народ согрешил, Всевышний ему скажет, смотри, народ не имеет права на существование. Их, к сожалению, нужно всех уничтожить. Они сделали идола во время получения Торы. Но что? Теперь народ новый пойдет от тебя, Мошер. И ты будешь родоначальником нового народа. И твое потомство получит Тору на горе Синай. Они получат новые скрижали. Они ведь тоже, твои дети, будут потомками Авраама, Ицхака и Якова. И все хорошо, эти люди недостойны. Ты потомок Авраама, Ицхака и Якова. Твои дети будут новым народом. Твои дети будут кошерные евреи, которые получат Тору на горе Синай. Мошер Абейну понимает, что скоро ему об этом объявят. Поэтому что? Он разбивает вдребезги скрижали. Зачем? Чтобы согрешить. И он говорит Всевышнему, смотри, они сделали золотого тельца. Они очень провинились. Но я с ними в одной связке. Я теперь тоже провинился. Я разбил твои скрижали. И у тебя два варианта Всевышнего. Или ты всех уничтожаешь. Их за тельца. Меня за скрижали. Или ты всех прощаешь, потому что ты отец милосердия. От меня не получится сделать новый народ. Мы все в одной связке. И Всевышний, как мы знаем, прощает еврейский народ и дает нам вторые скрижали. Но что мы здесь видим? Мошер Абейну рискует жизнью. Мошер Абейну пошел на грех. Мошер Абейну пошел на великое самопожертвование. Он не готов, чтобы всех уничтожили, а он останется. Или ты, Всевышний, всех прощаешь. Или я вместе с ними. Я в одной связке. Я согрешил. Я разбил твои скрижали, Творец. Тора заканчивает нам Пятикнижья этими словами. Чтобы показать, насколько великий был наш учитель Мошер Абейну. Насколько он был готов на самопожертвование. Он ради того, чтобы спасти всех людей, он был готов сам умереть. Он же не знал, что Бог простит. Он же не знал, что будут вторые скрижали. Но он выбирает пойти на самопожертвование. Такой наш великий Мошер Абейну. Такие у нас лидеры. Они наши цари не потому, что они хотят разбогатеть. А они наши руководители, потому что они живут для нас. И они готовы для самопожертвования. И этими словами заканчивается Пятикнижья. И рассказывает нам Тора, насколько был великий Мошер Абейну. Он жил для всех людей. Он о себе вообще не думал. И если нужно умереть, он готов умереть. Но он не готов остаться в живых единственные из всего народа. А они пускай погибают. Это важнейший урок для каждого из нас. Стараться жить для других. И стараться всем сердцем выполнить заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя. Этими словами заканчивается Пятикнижья. И эти слова скоро мы будем с вами читать на Симхат Тора. Когда мы закончим Книгу Дворим и с Божьей помощью начнем новую книгу Берешит. Спасибо огромное за внимание. Всем благословения. С нашего святого, святого Коттера, где прямо сейчас молятся тысячи и тысячи людей.